МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Што з гэтага отрымаецца, высветляла Ганна Ковалева. Беларусь супраць ты туню. Сёння у Гомелі прайшоу круглый стол по пытанях боротьбы са шкодной звычкой. На Гомельщине сёння распачауся тыдзень профмайстерства педагога у додатковой адукации. И больш падрабязна об гэтым и не тольке. Больш за 90 км у Припяти с прилеглыми поймовыми водоемами у Мазырским районі вырашена сдать у аренду для промысловага и аматорского рыболовства. На вина про гэта уличаные дни облятела регион и выкликала незадоволенность мясцовых жахаров. Аукцион на трыманне правоу аренду уже отбылся. Хто его выиграв, и цеварта бояться нового корыстальника, расскажет моя коллега Ганна Ковалева. Раце потребна господарская рука, але эти не стане арендатор замест клопотливых относен вытягивать с Припяти гроши. Гэта и пытанне пасля аб'явы об арендным аукционе не давала спокою многим же хорам Мазырского района. Одны боялися, что раку загубить активное промысловое рыболовство, інше, что любимое хобби «Тяпер» станет для их дорогим задовольненнем. Как я вырос на реке, и платить кому-то деньги за то, что я буду ловить рыбу, это смешно. Разом за стярогами об уводе платы рыболовы выказывают и упыльненностью тем, что Припяти потребен господар, який б поднимал парадок и частиню. Але кому отдать право аренды и при этом не помылиться у выборы. Наше общественное мнение начальника вряд ли как-то повлияет. Если это будет какая-то государственная структура, которая себя как-то зарекомендовала в этом направлении, то на это можно будет как-то влиять. На мой взгляд, самая подходящая кандидатура – это наш Мозырский бор, в котором процентов 50 всех рыболов состоит, платят ежегодный взнос рыболоволюбителя и ловят, ухаживают за речкой, благоустраивают. Не все ведают, а ли арендная история у Припяти долгая. Ранее у ЕЕ был инший правоуладальник. Три годы тому предприемство «Арандатор» реорганизовалося. Договор аренды стратил силу. Затым у мясовых выканкам периодично приходили, жадающие занять вакантное место. Но толковых умов господарения на родце никто пропоновать так и не смог. Никто, кроме того самого белорусского товариства поляуничных рыболовов. Хочу успокоить наших жителей. Условия приемлемые. Здесь исполком пытался соблюсти интересы разных категорий наших граждан, и тех, которые любят рыбачить, и тех, которые переживают за реку, и тех, которые хотят приобретать свежую рыбу в магазинах. Конкурс на отримание рыбных правов прошел напереды дни. Товариство, якое его выиграло, истнует уже 96 годов. Оно как раз таки и занимается рациональным выкористанием, узнавлением природных ресурсов и, что важно, их оховой. Мы предложили условия, которые, вероятно, тронули комиссию. Почему и состоялось такое решение, что передать в аренду именно белорусскому обществу охотников и рыболовов. А именно, на что хотелось бы обратить внимание и успокоить неравнодушных наших рыболоволюбителей, что для них ничего не изменяется, за исключением только платного любительского рыболовства, которое будет применяться в отношении граждан, осуществляющих интенсивные виды рыбной ловли. Растлумачим для жахарова региона ловля рыбы, как с берега, так и с маломирных судов, будет бесплатной при выполнении умов аматорской рыбалки. А это до 5 крючков и ловля до 5 килограммов в день. Если же ваговый лимит будет превышен, нужно оплатить 20% кошту свыше нормы. Даже для членов товариства полевничих и рыболовов предупреждена система скидок. При этом абсолютно бесплатным для всех застанется участок раки, у межгорода. Еще одна из причин хваливания у мясовых жахаров – промысловая ловля, якой по умовах договору будет займаться арендатор. Доквось, квота, якой ему довели, у разы ниже и раннейшей – 20 тонн в год. Это и значительно меньше, чем рыбаки-аматоры выловливают за месяц. Что касается общих объемов, какие имеются в районе, на реке Припец, то это несущественно. Даже не то, что существенно, это, можно сказать, даже ничто. Главное, самое главное – организовать контроль. Гэтым арендаторы займутся под наглядом инспекции природных ресурсов и оховы новокольного сяродзе. А кроме того, яны повинны створить новые операционные места и проводить зарыбление. Перш за все товариство займется добрым парадкованием территории для зручной рыбалки и отпочинку, обсталяванием места для аутостоянок, вогнища, палаточных городков, зъезда для маломирных судов. И гэты планы только на перший год. Увоглежь договор аренды заключенный на 10 годов. При этом Припять по раннейшему застанется агульным природным сдобыткам. Арандатор никому не мая права заборонить отпочинок на раце. Юнтоль киберен на себе обовязок по господарине на водоеме. Коли ж не справиться, договор могут скасовать ранней. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель», Мазырский район. До инших тем. Сегодня у Петрикове прошел областный межведомостный форум «Дятинство без насилля». Обмерковать основные проблемы и у реализации права у детей запросили простойников органов Улады, супрацойников прокуратуры, следчего комитета, милиции, а так само грамадских организаций и православной церквы. Обрача пленарного посаджения у программе работы форуму наведывание Петриковского державного специального профессийно-технического училища закрытого типу. Сегодня у им утрымливается каля 50 девочинок-подлетков, которые имели конфликты с законом. По сути, лез кожная из них демонстрация того, до чего могут привести конфликты у семьи. Кожная из этих девочинок находится у закрытого училища по приговору, тирошенне суда, пасля крадяжоу, уживане алкоголю, ци наркотыкау. Разом с тем, видовочное тое, что халуная причина таких поводзинов, несприяльная ситуация у семьях. Подадзенных прокуратуры Гомельской области зараз можно выделить некальки видов семейного насилля. Физичное, психологичное, сексуальное. У целыму, социально небеспечным становищам, на Гомельщине находятся каля 4 тысяч неполнолетних. Мы знаем семьи, где детям нерадлежащим образом занимается воспитанием родителей. Такие семьи находятся на контроле, с ним проводится работа. Я думаю, что это самое важное достижение декрета, что сегодня, в общем-то, не пущено все на самотек, а все находится под контролем. И в случае малейшем, если мы видим, что детям угрожает что-то в семье, они отбираются, помещаются в новую обеспечение и проводится работа по восстановлению детско-радистских машин. На Гомельщине распочалась реализация третьего этапа проекта будовництва социального жилья с выкористанием техника экономичной допомоги Китая. На данный момент у стады распроцовки находится проектно-коштарисная документация. Усяго плануется взведение четырех домов социального користания в Рогачеве, Добруши, Будокашалеве и Хойниках. Буде побудовано 160 квартир агульной площадью амаль 7 тысяч квадратных метров. Сегодня на Гомельщине стартовал тыдзень профессийного майстерства педагогов системы дошкольной адукации. Комплекс мероприемства накераваны на обагульненне и укораненне эффективного педагогичного опыту. У ближайшие дни пройдут мастер-классы и онлайн-консультации специалистов. У каждом районе в области проведут так само семинары, накераванные на повышение профессийного оздоровления педагогов додатковой адукации по организации здоровья и сберегального навучального процесса. Круглый стол присвеченный профилактичной акции «Беларусь супраць тытуню» пройшел сёння у Гомельским городским центры гигиены и эпидемиологии. Что год 31 мая проходится светный день без тытуню. Беларусь з'является одним из лидеров у Сходней Европы по тытуне куренню серед молоди. Во взросле от 18 до 24 годов у нас курать 25% юнаков и девочат. Тут у нёвы дым шкодный не только для самого курца али для тых хто знаходица з'ям побач. Для людей якея працуюцю на кураным памяшканні ступень пассивного курэння можа досягнуть эквиваленту 14 цигарэту дзень. Асаблевую небезпеку курэння уявляет для дятей якея живуть у семьи курцов. Расстройства сну и аппетиту парушэння работы страунника и кишэчника отставанне у физичным развитцей что больше за 25 небезпечных для життя человека захворваньев становятся выником курэння и з'являются причиной смерти половы у сих курцов. Посчитали, что ежегодно мы теряем 15600 человек от курения. В то время, как в дорожных транспортах погибает только 2000. Сравнить эти цифры станет ясно, насколько это серьезная проблема и угроза для развития. До 31 мая на базе Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии працуют промые линьи специалистов на тему узденья титуня курения на организм человека и профилактики психологичной залежности. ГТ, а так само инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by Далее у эфиры спортивный огляд с Максимом Савиным. Всего доброго, до новых встреч в эфире.